Ну чего, давай кушать. Давай. Ну вот, молодец. Кличек и судеб этих кошек никто не знает. В июне их привезли в Иваново из Мариуполя. Мы рассказывали о супругах Анне и Александре. Из разрушенного города они вывезли 80 животных. Почти по всем были договоренности с новыми хозяевами, но пришли не за всеми. Ирина – волонтер. Четырех кошек она поместила в квартиру, которая пока пустует. Девочки-единомышленницы помогают ухаживать. Ну вот этот, наверное, самый добрый, ласковый котик. Мы его в своих кругах зовем Армянин. Вот он такой цепляет нас всех своей харизмой. Также у нас есть еще один котик, но он прям очень дикий-дикий и в диком стрессе. Вот. Ну и там вот две еще кошечки, которые в другой комнате находятся. Ну, все они, в принципе, адекватные, добрые. Ходят в лоточек, кушают, корм. Ну что еще про них сказать? Ну, не знаю. Хорошие котики. Зря они берут. В клетках коты и кошка уже три месяца. Есть еще несколько, они на домашней передержке. Волонтеры верят, новые хозяева найдутся. Позвонить можно Ирине. Номер вы видите на экране. Животные здоровые обработаны от блох и глистов. Вес они набрали. То есть они очень долго были, конечно, в истощенном состоянии. Но, как видите, они не худые, в общем-то, вполне себе. Только они страдают от того, что сидят здесь уже три месяца. Мы приходим, конечно, и стараемся, если есть возможность, если позволяет время, выпустить их, погулять. Но это не заменит домашнего содержания, не заменит, конечно, семьи. Все как у людей. Армянин быстро привык к новому. А вот этот парень загнал себя в угол. Днями и ночами лежит вот так. От страха и стресса. Ирина говорит, спасти его может только любовь. Кошель будешь? Никто тебя не тронет. Никто тебя не тронет. Не бойся. Не бойся.